Домой постоять, конечно, постоять домой. Тут ничего не случилось. Дети права и... Отдал я уже. Жене отдал. Ваше какое дело? Большое мое дело. Пошли отсутствие. Жене отдал, жене. С утра. Чтобы посмотреть шоу-программу в исполнении пьяного соседа, вышло большое количество жителей дома. Естественно, супруга задержанного автомобилиста была не в восторге от такого внимания окружающих и частенько вступала в перепалку с очевидцами. Зато главное действующее лицо, наоборот, решил воспользоваться ситуацией. Заметив камеру, он с удовольствием начал рассказывать свою версию произошедшего. Ну нет, я не скажу, что справедливо. Ты можешь меня понять? Я даже на газельке не ездил лучше. Это газель ваша? Вас остановили? Вы ездили? Ну нет, конечно, не ездил лучше. Она здесь стояла припаркованная? Да. Вы мимо проходили? А? Мимо проходили просто? Да. Жители многоэтажки говорят, мужчина сколько угодно может придумать, что за рулем не сидел и в аварию не попадал. Они-то готовы свидетельствовать об обратном. Удивительно, как в таком состоянии шофер смог на рабочей газели через весь город без приключений доехать до своего двора. Ведь и на ногах он с трудом стоял. Ну вот он разворачивался здесь, встал. Хорошо, что детей не задавил. Разворачивался, и вот притерся к нашей машине. Он солярис белый. То есть вы сами видели, как он за рулем находился? Ну, очевидцы у дворей были, его вытащили из руля, ключи у него забрали, чтобы он не уехал. Он хотел уехать с места происшествия. По словам очевидцев, сразу после аварии задержанный мужчина позвонил своему взрослому сыну и пожаловался, что его обижают местные жители, что забрали ключи от газели и не отдают. Молодой человек сразу приехал на место, но не стал его защищать. Более того, узнав подробности ЧП и увидев, в каком состоянии находится отец, парень вообще накинулся на пьяного главу семейства с кулаками и разбил ему лицо. Приподнятое настроение у мужчины было еще и потому, что, несмотря на все приключения в пьяном угаре, домой он в самом деле ушел с водительским удостоверением. Шофер никак не мог понять, что инспектор ГАИ уже давно права не забирают. Задача полицейских – оформить все документы и передать их в суд, который будет решать дальнейшую судьбу человека.